Интересная задача на последовательности из багрута на 5 единиц. В ней дана бесконечная геометрическая прогрессия с коэффициентом q. И в самом первом вопросе нужно найти две такие суммы. Важно понимать, что вот эта сумма это тоже сумма геометрической прогрессии, только капельку измененной. В ней мы начинаем с a2, а дальше прибавляем только четные члены нашей первой геометрической прогрессии. То есть уже здесь будет коэффициент не q, а q квадрат. Так как из a2 для того, чтобы получить a4, приходится умножать на q, чтобы получить a3, а потом еще на q для того, чтобы получить a4. Если, например, сумма геометрической прогрессии это будет a1 умножить на q в степени n-1 делить на q-1, вообще желательно понимать откуда формула. То здесь все a будет равняться, здесь 20 членов последовательности, то есть в нашем случае n это 20. Самый первый член последовательности я пишу a2. Дальше вместо q, то есть это этот прыжок к нему равняется, то есть насколько я умножаю при переходе из левого в правый член последовательности, я пишу это q в квадрате и все это получается встречается 20 раз. Дальше минус 1 и делить это на наш q, но q этот необычный, наш q это q квадрат. Минус 1. И q в степени 2 и потом в 20 это как просто q в степени 40. Аналогичным образом мы можем и с b разобраться, это тоже сумма геометрической прогрессии, где первый член последовательности a4. Каждый следующий будет в q в четвертый раз больше, то есть мы умножим на q в четвертой степени и все это повторится 10 раз. Минус 1 делить на q в четвертой минус 1. То есть q в четвертой в десятой это q в сороковой. То есть получается на этом этапе первые и вторые пункты мы сделали, мы выразили и a и b с помощью a1q. Ну может да, капельку изменить. Вместо a2 можно написать a1q, а вместо a4 написать a1q в третьей. Теперь нам говорят, что a делить на b это 10 девятых. То есть на самом деле можно написать, чему равняется a делить на b. Если я поделю a на b, я a и a сокращу. Дальше q с q в третьей тоже сокращу, останется в знаменателе q в квадрате. Дальше можно понимать, что q в сороковой минус 1 и здесь и здесь появляется. Поэтому это два числа одинаковых, которые мы делим друг на друга, это единицы. Они тоже сокращаются. Ну и дальше я записываю уже из a q в квадрате минус 1 снизу. А q в четвертой минус 1 я должен записать сверху, так как мы делим на дробь, в которой знаменатель q в четвертой минус 1. То есть будет q в квадрате минус 1 умножить на q в квадрате плюс 1 по разнице квадратов. Где q в квадрат минус 1 и q в квадрат минус 1 тоже сократится, я его писать не буду. Дальше нам сказали, что это 10 девятых. Я пишу 10 девятых. Кстати, интересный момент, где большинство сделают ошибки просто потому, что дроби не знают. Поэтому я много видео делаю именно по дробям в шортсах. Тут накрест умножу и получу 9 раз q в квадрат плюс 1. Это то же самое, что 10 раз q в квадрат. Ну и раскрыв скобки, 9q в квадрат убежит сюда и мы получим, что q в квадрате равняется 9 умножить на 1, то есть девятки. Мы отсюда уже сможем найти, чему равняется q. Это корень из 9 с плюсом или с минусом, то есть плюс минус 3. Все ненужное удалю и читаю, что нам дальше дают. Строим из последовательности an, которая нам дана, bn, в котором будет выполняться следующее правило. bn это 3 раза an плюс 1. То есть если наша последовательность есть a1, a2, потом a3, a4 и так далее, то для того, чтобы получить b1, нам приходится умножать a2 на 3. Для того, чтобы получить b2, нам приходится a3 умножать на 3. И просят найти, чему равняется коэффициент вот новой вот этой последовательности bn. Для того, чтобы найти этот коэффициент, нам нужно просто bn плюс 1 поделить на bn, какой-то член последовательности поделить на предыдущий. Если мы поделим, у нас получится 3 раза только a с индексом на 1 больше. То есть a с индексом на 1 больше, чем этот, n плюс 2, поделить на 3 раза a с индексом на 1 больше, чем здесь, на n плюс 1. 3 и 3 можно сократить, и получается a n плюс 2 поделить на n плюс 1, это как делить какой-то член последовательности на предыдущий в нашей геометрической прогрессии. И мы знаем, чему равнялось это. И тут да, еще маленький момент не сказал. a n это последовательность, которая растет. Если она растет, то q минусовым быть не может. Значит я отменю здесь минус 3, остается q это только 3, так как она растет. А это в свою очередь означает, что здесь будет точно такая же троечка, без минуса. Только 3, потому что было условие, что она растет. Поэтому тут пишу тоже q, только напишу q последовательности b тоже 3. Дальше говорят, строим еще одну последовательность, где первым членом этой последовательности будет минус 1 деленное на b1, дальше 1 деленное на b2, то есть знак меняется каждый раз. И b оказываются внизу. Нужно выразить сумму всей этой последовательности через a1. На самом деле можно понимать, что из b1 в b2 перейти, это умножить на 3. То есть я могу вместо него написать b1 умножить на 3. Но так как минус поменялся на плюс, мы можем видеть, что q этой последовательности, я напишу q последовательности c, я напишу это cn, будет минус 1 третье. То есть каждый раз мы умножаем на минус 1 третью, и наши следующие члены последовательности приближаются к нулю. Поэтому исходя из этой формулы, как я буду считать сумму? Наш самый первый член последовательности это минус 1 деленное на b1 умножить. q нашей последовательности мы сказали минус 1 третье, минус 1 третье. Так как сумма именно бесконечного количества членов последовательности, я могу тут написать минус 1 третье в степени бесконечность, потом переписываю минус 1, делю это все на q, то есть минус 1 третью, минус 1. Минус 1 третье в степени бесконечности, это число, которое будет приближаться к нулю бесконечно, оно станет нулем, поэтому вместо него напишу 0. Здесь минус 1 можно изменить на плюс 1, если и здесь изменю все на плюсики, а в знаменателе будет написано 4 третьих, если посчитать 4 третьих. Но когда мы делим на 4 третьих, мы на самом деле умножаем на 3, то есть сверху вот эта единичка изменится на 3, а b1 мы знаем чему равняется, это 3 раза a2, то есть я напишу здесь 3 раза a2, тройка и тройка уже сократилась, но вместо a2 можно написать 3 раза a1, то есть получается, когда я тройки сокращаю, вся эта сумма превратится в минус 1, деленное на 12 a1. И таким образом мы отвечаем на далее. Дальше нам говорят, что дана последовательность 1, деленный на a1, потом a1 и b1. Может ли быть такое, что эта последовательность арифметическая? Для арифметической последовательности должно произойти следующее. Этот a1 должен быть средним арифметическим этих двух. Или другими словами, должно выполняться равенство, что 2 раза этот a1 должен быть такой же, как 1 деленный на a1 плюс b1. Но мы знаем, что b1 это 3 раза a2, а значит 3 умножить на 3 раза a1, то есть 9a1. Можно все умножить на a1. И тогда получится, что 2 раза a1 в квадрате равняется 1 плюс 9 раз a1 в квадрате. И если перенесем 2 раза a1 в правую сторону, у нас уже останется не 9a1, а 7a1 в квадрате. И все это в сумме должно равняться 0. Почему это невозможно? Потому что это число не может быть отрицательным. И еще к нему прибавляют единицу. 0 никак не выйдет. Поэтому именно в g1 ответим ле и тахен. Не получится. Дальше спрашивают, может ли эта последовательность быть геометрической. В геометрической же последовательности он должен быть не средним арифметическим, а средним геометрическим. То есть a1 в квадрате должен быть произведением этих двух. То есть b1 умножить на 1 деленный на a1, значит 1 просто в знаменателе будет. То есть получится так, что этот a1, на него умножим, он перелетит сюда, а вместо b1 мы напишем 3 раза a2, но и мы помним, a2 это 3 раза a1. a1 просто сократим и слева и справа. Получится a1 в квадрате, это 9, а значит a1 можно найти. Это будет корень из 9 с плюсом или с минусом. Но так как нам говорили, что последовательность именно растет, значит только с плюсом, то есть a1 должна равняться троечке. И поэтому кен и тахен. Другими словами, тут будет написано 1 третья, после нее сама a1 это тройка, а b1 это 9 раз, a1, то есть 27. И видим, что 1 третью умножили на 9, получили 3, умножили на 9, получили 27. То есть q наш равнялся здесь 9. Напиши понравился или не понравился тебе разбор. И что в нем хотел бы ты изменить?